Когда мы говорим об образовании и об этих двух направлениях, то о чём мы говорим? Мы прежде всего подразумеваем, что мы хотим что-то из безобразного, из какой-то ещё неопределённой массы, как, знаете, скульптор из какой-то гигантской глыбы постепенно высекает определённый образ, соответствующий той мысли, той идее, тому образу, который присутствует в нём. Так и задача образования, вот из того, что подрастает, что ещё носит неопределённый характер, что может быть и тем, и другим, вы же прекрасно понимаете, что из одного того же строительного материала можно построить и великолепный дворец, и ужасную тюрьму. И в стиле барокко, и в стиле барака. Так вот, как раз, как раз, вот подрастающий человек и представляет собой вот эту ещё неопределённость. Он может быть тем и другим. Что мы высечем? По какой модели? По какой идее? Первое, что совершенно необходимо для человека, которого мы можем назвать образованным, то есть, который получит образование, самые первые и главнейшие, осмысленно, разумно, аргументированно, он может сказать, «Да, я верю, человек – это стрела в будущее». Правда, красиво звучит. А что за этим стоит? Я вам процитировал Ницше. Человек – это светоч будущих поколений. Вы знаете, можно столько красивых фраз сказать, настолько, что можно растаять совершенно, что за ними стоит. О каком человеке мы говорим? Ведь прежде всего основная задача наша – решить, о чём мы говорим. Вы обратите внимание, что как много мы уделяем внимания и справедливо формированию человека. А есть у нас этот образ? Мы можем его вот сейчас взять вот бумагу и написать. Он должен быть вот таким, таким. Но не мечтательный образ, чтобы это был беспочвенно мечтательный, красивый, сладкий часто, а реальный, действительный, разумный. В каком смысле? В двух. Во-первых, то, что мы действительно могли бы сделать. Во-вторых, что это не фантазии, а это то, что соответствует природе, самой природе человека. Вы, наверное, обращали, конечно, внимание, что если мы касаемся вот антропологических различных, ну, представлений, воззрений, истории рассмотрения человека, то очень часто мы находим множество общих положений. Настолько общих, за которыми просто, ну, трудно уловить, о ком мы все-таки говорим. Он должен быть честным, порядочным, он должен быть красивым во всех сторонах своей деятельности, жизни. Должен верно. А что под этим стоит? Где он, этот реальный образ, так, на который мы должны ориентироваться? Это мы же конструируем, теоретически конструируем. А где он реальный, тот, на который мы можем действительно сказать «вот он». Видите? Вы знаете, почему я об этом говорю? Две тенденции. Одна из них, перед которой мы сейчас оказались, я бы сказал, даже очень, пожалуй, неожиданно оказались. Мы даже, пожалуй, этого почти не предполагали. Да, мы жили в условиях советского государства, были очень крепкие запоры, если хотите, заслоны. На Западе, это говорили, железный занавес и так далее. Издевались. Верно, верно. Заслон был мощный. Мы были ограждены в плане идеологическом от Запада очень серьезно. Знаете, вот когда даже надо было мне провести книги какие-то богословские за границей, это было очень непросто. Что-то я привозил, что-то мне отбирали. Что-то я не мог даже взять. Не мог взять. Почему? Ну, это грозило весьма нежелательными последствиями. Это, кажется, одна страна. Но я смотрю о другом в то же время. Мы все сейчас говорим, ой, какие же были хорошие мультики. Как у нас было чистое кино. У нас не было этих реклам. Мы сейчас с вами, знаете, перед чем оказались? Что когда разрушена стена уже, не окно, какое там Петр прорубил Европу, окно. Сейчас стена разрушена полностью. Когда любые веяния, любые идеи, любые религии, псевдорелигии, любая безнравственность, вообще все, что угодно, совершенно спокойно проходит по нашей стране. В общем, не только спокойно, ой, если бы только спокойно. Нет, мы сталкиваемся с удивительным явлением, что эти, я бы сказал, античеловеческие вещи, совершенно противоречащие человеческой совести, человеческой нравственности, скажу так, человеческой природе, не только здесь у нас могут свободно распространяться. Нет, на их пропаганду, на их пропаганду, употребляют усилия потрясающие. Наверное, если бы только кто-то мог бы это посчитать, а кто-то, может быть, и считает там, наверное, миллиарды и миллиарды долларов. На то, чтобы победить, победить саму природу человека. Наши естественные, если хотите, потребности. Идет борьба с самой нравственностью, вы слышите? С самим человеком же идет. Вот. Вы обратите внимание, кому нужны эти насилия, которые проповедуются? Назовите, покажите мне. Кому это нужно? Кому нужна эта грязь порнографическая и прочее? Ну, что это такое? Где демократия, власть народа? Кто спрашивал нас, чтобы нам вместо вот этих прекрасных, как мы, детских, так и вещей, когда уже что пропагандируется? Эта несчастная волеология, которая развращает еще ребенка несозревшего, который еще не понимает в этих ничего вещах, ему уже всовывается это. Разве всем неизвестно, что все преждевременное является разрушительной, убийственной силой для молодого человека? Всем это понятно. Сейчас идет активнейшее, как никогда в России, но она не случайна, она всюду и в мире, идет какая-то поразительная тенденция разрушения человеческого достоинства. Вы слышите? Именно достоинства. Вот сколько раз за границей включишь телевизор, выключаешь его. И даже не потому, что это даже грязь даже, это уж и говорить нечего. Какая-то издевка просто над человеком идет, какая-то карикатура, какое-то вихлянье, какие-то эти, знаете ли, вот эти скачки непрерывные. Нет ничего серьезного, о чем человек мог бы задуматься, подумать, осмыслить, размыслить, подискутировать. Что вы, об этом речь не идет? Вот меня зовут на первый канал телевидения. Я говорю, что, это там у вас 3-5 минут выступить, да? Я говорю, хорошо, я согласен, позовите кого. Хотите, давайте о религии поговорим, о Боге, о православии. Давайте поговорим, 2-3-4 человека, 2-4, с каждой стороны. Я говорю, вы знаете, что будет захватывающая же будет программа, вся страна будет смотреть, всем же интересно. Нет, давайте прыгали. А вы что скажете? А вы, а вы, а вы, а вы, а вы? Одни клипы. Это можно ли так играть? Где это серьезное отношение к чему? К самому главному. К смыслу жизни человека, к достоинству человека, к пониманию, кто такое в конечном счете человек. Кто это такое? Когда мы говорим об образовании, о вере первым долгом, а кто этот человек, о ком мы говорим, о каким мы хотим видеть. Хайдеггер, вы слышали, такой большой философ, экзистенциалист, немец, говорил, Запад – это мышеловка, в которой полностью утрачен, утрачен смысл бытия. Вы слышите? Это не дурак говорил. Это не какой-то журналист, публицист. Это говорил философ, имя которого звучит по всему миру, который сам является никем иным, вот, западным человеком. Мышеловка, в которой полностью утрачен смысл бытия. Вся культура, если хотите, запада, сейчас нацелена не на смысл бытия как таковой, не на смысл человеческой жизни, взятой в целом. Вот, знаете, я могу говорить о смысле определенной деятельности какой-то, но я же могу посмотреть на человека в целом, на его жизнь в целом. А какой смысл в целом, то, что я живу? Полностью вычеркивается это. Не сметь даже думать, не задумываясь об этом над смыслом всей своей жизни, думает только об одном – о чем мы знаем. Мы знаем, чем поражен. Мы знаем, что пользуется потрясающей популярностью какая литература на Западе. Приходится цитировать этот несчастный Хилл, который написал книгу «Думай и богатей». Уже почти полсотни изданий его прям непрерывно, в год, одно-два издания идет. Вот, задача – думай и богатей. Думай о том, как богатеть. Основная идея книги-то какая, подумайте. Ты никогда не станешь богатым, если не доведешь до кипения страсть к деньгам. Это проповедь потрясающая. Причем я вам скажу, ну, хорошо, допустим, это в безрелигиозных кругах. Ну, понятно, смысла жизни нет. Смысл жизни один. Вот он здесь. То есть, пока ты живешь, и все, попробуй взять, что можешь. Это становится, если хотите, лейтмотивом и тех религиозных течений, или, если хотите, церквей, которые там, там, на Западе. Они этим уже живут. Это входит в доктрину, доктрину христианской даже веры. Вы понимаете? Сама вера куда идет? Не забудьте, что веру в конечном счете, содержание веры, в конечном счете той или иной религии, конфессии, определяют что? Страсти человеческие. Недаром Хомяков сказал, умом все управляется, страстью все живет. Те вещи, которые совсем недавно казались мерзкими, за что судили, сейчас уже возвеличиваются, требуют себе свободы, пропагандируются, вводятся в законодательство, как вещи не только разрешенные, а даже желательные. Страстью все живет. Запад в этом отношении действительно оказался тяжелейшим соблазном сейчас для нашего народа. И соблазном не только потому, что мы там просто видим, как наблюдатели, как смотрим на какую-то картинку, и она может нас соблазнять. Нет, нет. Это та реальность, которая входит в нашу жизнь, которая пронизывает, которая культивирует, если хотите, пытается, по крайней мере, культивировать страсти и в нашем народе. Ориентации какого это рода? Посмотрите на искусство, посмотрите на литературу. Вы слышите, какой человек формируется? Какой формируется уже человек? Постоянно приходится приводить вот эту ужасную проповедь Рокфеллера, этого миллиардера в воскресной школе, которая говорит, чтобы вырастить американскую розу во всем ее благоухании и великолепии, нужно беспощадно обрезать все слабые ростки вокруг нее. И это, послушайте дальше, это закон природы и закон Божий. Вы слышите, какая религия нарождается? Вы слышите, какой Бог, требующий беспощадного обрезания всего слабого, все, что мешает тебе. Когда-то осуждали философию Ницше, осуждают философию фашизма. А это что такое, скажите? Это что такое? Чистейшее ницшеанство, чистейший фашизм. 21 век. Да, мы вступаем сейчас, прямо вступаем вот в эту идеологию. Она соприкасается с нами, она воздействует всеми средствами массовой информации. на нас. Самое поразительное. С какой стати все средства информации-то за это стоят? Ничтожная там часть пищит, конечно, каких-то православных там журнальщиков, газет. А основная масса. Основная эта масса, я думаю, не три четверти даже, а больше, какого человека воспитывает 21 века. Хотя, разве не очевидно? Хотя, кажется, каждому уже сейчас очевидно, что именно нравственная сторона человеческой жизни обуславливает все стороны государственной, общественной жизни, политической, культурной жизни. что именно, в конечном счете, нравственность народа, дух народа формирует всю его жизнь. И дух, если хотите, не только народа. И уже мы можем теперь говорить, земля становится все меньше, маленькой. Уже можем говорить о духе, духе человечества. Что происходит? Поразительные вещи, которые происходят на наших глазах. Ученые, вот приходится с ними встречаться, хватаются за голову, трубят, говорят, мы кричим, мы пишем, мы обращаемся к политикам. Что вы делаете? Вы же губите землю. Эти ваши деньги, эти ваши акции политические. Посмотрите, что делаете с землей. Вы же рубите сук, на котором сидите. Ну, посмотрите хотя бы на экологический кризис, который вот надвигается уже со страшной мощью на нас. Уже все мы ощущаем. Остановитесь, пока не поздно. У спрашивших, ну и как? Говорят, как будто нас и не существует. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да. Да-да. И что да? Приходится вот часто приводить факт, о котором пишет академик Моисеев. За 20 век количество углекислоты углекислоты в атмосфере земной повысилось на 21%. Углекислоты. Вы знаете, что должно быть? Ух! Вспышка всего, всей биоты, зелени. Почти не откликнулась биота. Пишет строгий ученый, строгие подсчеты. И он говорит, или уже произошли необратимые процессы, или мы стоим на грани, на грани, когда они перейдут этот рубикон необратимости, и тогда уже никакие технические средства, никакие усилия нам не помогут. Вот что говорят. Уж я не говорю о других вещах. Как-то пришлось быть на заседании Президиума Академии Наук. Выступали там академики. Представляете? Эта картина просто страшная. Что происходит? И в силу чего? Деятельности человека. Человека. Приводит такой пример. Если бы вдруг сейчас все государства мира, которые хотели бы так же жить, как живут, например, в Соединенные Штаты Америки, хотели бы так же потреблять, столько же потреблять энергии, сколько потребляют США. Если бы только это случилось, в течение максимум одного десятилетия на Земле не осталось бы никаких энергетических ресурсов. Ни нефти, ни газа, ни прочего всего, что там, ни леса, ничего. Чем обусловлено все это? Опять. Посмотришь? Очень важно посмотреть, откуда же это все идет? Мы же должны понять, в конце концов, корень заболевания. Врач, который пытается лечить, а не выяснит причину заболевания, это не врач, а палач. Он должен прежде найти причину и бороться с ней. Где причина? Вот этого всего совершенно очевидно. Ненасытные наши страсти, наши человеческие страсти к комфорту. Помните, римляне кричали «хлебы и зрелищ». Вот к этому. Причем ненасытные. Вот что интересно-то. Ой, если бы люди стремились просто к достатку. Нет, извините. Просто достаток человека, который достиг достатка, уже не удовлетворяет. Комфорт требует все большего и большего. Человек – бесконечная бочка, в которой можно лить сколько угодно. И самое поразительное, по мере, кажется, кажущегося насыщения, оказывается, открываются новые пропасти. Бездонная бочка, человек. Только стань на этот путь удовлетворения вот этих вот страстей и страстишек, и нет им предела. Недаром, недаром христианство вдруг заявило нечто совершенно другое. Знаете, что интересное, какая вещь? Почему бы Христу не прийти, не родиться бы сыном императора, не стать бы владыкой всего земного шара? Вы подумайте только. Почему бы? Он же – богочеловек. Почему не создать единое государство? Не создать самую лучшую культуру? Не дать все средства для наилучшего образования, развития науки? Почему бы, кажется, этого не сделать? Не сделал. Пришел нищим. На что он обратил внимание? Почему никакие внешние преобразования, о которых так много мы говорим, и которые непрерывно в истории человечества совершались и совершаются, я говорю о переворотах, о кровавых революциях, о различных реформах, к чему они привели, скажите? Жалкие гуманисты, ну, простите, что я так выразился, которые мечтали, что будет человек через сто лет, по крайней мере, уже на земле действительно человек человеку Богом станет. Они-то думали, в 17 век это же будет век рая на земле. Что, о чем говорит история? Чем дальше, тем нарастают масштабы зла и насилия в человечестве. 20 век покорил все, побил все рекорды. Такого количества крови, такого насилия еще, наверное, никогда в истории не было. Я говорю по масштабам. Причина опять все та же. Никто не обращает внимание на то самое главное, на что, ну, скажу по-человечески, обратил внимание Христос. Не стал никем в плане административным, ни государственным деятелем, царем, ни, интересно, не стал патриархом, не стал богословом, а в то время были книжники в Евангелии, книжники, это богослов уже. Никем не стал простым человеком. Причина? Ой, какая важная причина? Вы же знаете, какую-то пустую фразу скажет Папа Римский, какой-нибудь Бенедикт XVI, и весь мир уже, говорит, сказал Папа Римский то-то. Такой-то президент сказал. Может, глупость какой-нибудь даже. И все говорят. Какой-нибудь мудрец говорит потрясающую вещь. На него и внимания не обращает. Замолчит, а с своей умностью. Христос пришел, чтобы его послушали не как авторитет, не как та фигура, на которую устремлены все взоры, а если уж слушать, только голоса истины. Только голоса истины. И больше ничего. Он обратил все внимание на духовную сторону человеческой жизни. Ибо, повторяю еще раз, чем дальше идет история, тем более мы убеждаемся, что действительно духовное состояние человека обуславливает всю его деятельность, все его творчество, весь характер его проявления в окружающей жизни. Из грязного источника невозможно пить чистой воды. Грязный человек и творить будет грязное. Вы понимаете? Он ничего не может. Неужели это непонятно? История прям великолепная, в данном случае, иллюстрация. Недаром Цицерон говорил, я думаю, что умный человек, и все знают, великолепно он сказал, история – это лучшая учительница. С какой стороны, оказывается, надо историю-то изучать? Не с точки зрения пустой фактологии, кто кого убил, кто кого крестил, а чему научает, что из этого произошло, что это дало. История должна быть лучшей учительницей. Мне так понравилась, это его фраза, помню, когда я прочитал, насколько он точно говорит. Не описание событий, а это педагогика, который должен уже понять, вот школьник уже должен понять, посмотри, что породило что. Вот они, что творили, вот результаты. Что чем кончается? Пошел кувшин по воду ходить, там ему и голову сломили. Так вот, одна из ориентаций, с которой мы с вами начали, одна из ориентаций, она какой характер носит? Характер, я бы сказал, характер просто какой-то безумный. Забывают совсем, что человек – смертное существо. Что я существую-то всего несколько лет, десятков лет, и все живут, как бессмертные. Все планы человеческой жизни, как бессмертные. Тот же академик Моисеев, знаете, пишет, какие поразительные слова. Просто замечательно пишет. Он говорит о том, человечество, как биологический вид, смертно. И это наступит смерть человечества, как вида, не когда-нибудь, а уже где-то в середине 21 века. Это, знаете, как молотом удар. Вы слышите, что говорят ученые? Причем, говорит он сам, неверующий человек, кстати. Так и не удалось с ним встретиться, жалею, он скончался. Неверующий человек. Он говорит только исключительно с точки зрения науки, и больше ничего. Уже где-то в середине 21 века. Это вывод прямо следует из многих естественных наук, которые показывают о том, о том, какова вероятность продолжения, временная вероятность продолжения жизни еще на земле, по крайней мере, человеческой жизни. Он еще не говорит о другой стороне. Он говорит только о стороне, я бы сказал, чисто естественной. Он еще не говорил о другой стороне, которая является первичной о духовной деградации человечества. Вы только вспомните, что сказал Христос когда-то. Нельзя служить Богу и мамонне. Над ним смеялись. И этот смех, этот дьявольский хохот приобретает все большие раскаты. Нельзя служить Богу. Да мамонна и есть сам Бог. Бедные люди. Я прочитал как-то, как умирала одна миллиардерша. Попросила принести в Америке, принести ей, принести ей ее любимое платье. Ну, женщины, наверное, поймут это. Я-то не понимаю этого. Принести любимое платье. Ей принесли. Она трогает. Схватила это платье и в этот миг скончалась. И что пишут? Поразитные вещи. Не смогли разогнуть ее пальцев. Так и пришлось вырезать и похоронить ее с этим клоком ее любимого платья. Смысл жизни. Страшнейшая катастрофа. Все потеряно. Все потеряно. Вы знаете, опять обращаюсь я к тому же. Нет образования без того, чтобы человек правильное, правильное, аргументированное, я бы сказал, разумное мировоззрение. Надо первое понять, из чего исходить. человек смертное существо. Неужели это надо доказывать? Если это смертное существо, какой смысл тогда в моем существовании? Вы знаете, что атеизм сам по себе обессмысливает же жизнь. Ведь он что говорит? Верь, человек, тебя ожидает смерть и вечная смерть. Да, и все. Ты как личность кончен. Нет Бога, нет вечности, нет души. Какой отчаяние, какой мрак. Идеология материализма, которая насаждается, которая пропагандируется, к чему ведет. Недавно у нас в Академии проходили курсы для педагогов православной культуры. Я там тоже прочитал лекции. Ко мне подходит женщина, преподаватель медицинской училища. И задал мне вопрос, который я хочу поделиться. Она говорит, у нас буквально идет катастрофа. Вы, наверное, не знаете. Катастрофа чего? Развитие суицида среди молодежи. Скажите, что делать? Прямо скажите. Может, вы что-то скажете, что делать? Вы знаете, что я ответил? Потому что это вопрос как раз касается темы. Я говорю, что же вы еще хотите, если я не вижу никакого смысла в моей жизни? Одна бессмыслица. Я надеялся, что мне будут, знаете ли, розами, без шипов, услан путь. А тут, друг, один удар, ударчик, другой ударчик. Здесь невзгода, здесь расстройство, здесь неприятность. Какой смысл? Человек смысла не видит. И не надо думать, что о смысле жизни может говорить только взрослый уже человек. Глубочайшая ошибка. Дети, если я хочу, скажу вам, нутром своим чуют бессмыслицу. И не дай Бог, когда они не находят ничего в окружающей жизни, чтобы их ободрило, чтобы дал проблеск смысл этой жизни. И вот только, как правильно сказал Достоевский, только вера в бессмертие дает человеку твердую опору в этой жизни. Если ее нет, тогда не все ли равно, как жить? Бери от жизни все. Что ж ты, голубчик, возьмешь от жизни все? Только начал брать, а его в тюрьму посадили. Вот искушение. Ну, что ты будешь? Да. То заболел неизлечимой болезнью, то спился. Только начал, кажется, что от жизни можно взять? Какой обман дьявольский! Но вот это, я вам скажу, одна из ориентаций, одно из направлений будущего человека 21 века. Кстати, ведь вы учтите, что в конце концов и сама наука, и искусство, вся культура, она определяется чем? Чем? моими внутренними стремлениями, нашим внутренним настроением, нашими целями, к чему мы стремимся, на то и будет работать. И наука, и вся культура на то и будет работать. Все мы слышали и Жан-Жак Руссо. Интересный человек был, конечно. Вы знаете, что он сказал? Это ж можно прямо обидеться на него жестоко. Прямо выплюнул. что науки и искусства обязаны своим происхождением нашим, угадайте, порокам. Какое надругательство, не правда ли? Нашим добродетелям. Нашим порокам. Вот смотришь на Западе, смотришь, чем безобразнее, какой-то не пойми, что написано, тем больше восторга. Я, по-моему, в Нью-Йорке хожу по музею, со мной, значит, женщина, полотно, полотно. Закрашу одной краской. Я посылаю. Узнаете, сколько стоит. Прибегает. 50 тысяч долларов. Ой, я бы с удовольствием каждый день бы писал такие картины, но меня только не возьмут. Но это ладно. Это еще пустота. А там, знаете ли, вот, простите меня, но впечатление только такое. Ослу, хвост, ведро с краской поместите, он помашет им картина вам и вам скажут, что это космос или еще что-нибудь. Какое-то насмешка, издевательство просто над человеком идет. Я говорю, об этих пустых вещах, это пустые, внешне, эстетически, пустые, не представляющие никакой красоты. Да-да, это пустота. Кстати, пустите, смотреть на пустоту надо тоже осторожно. Сейчас я скажу об этом. А если не пустые вещи, а грязные, если вещи, которые мы смотрим, они что делают? Существует некий закон, духовный закон. Что значит духовный? Присущий человеку. Закон. Присущий только не телу его, не биологии, не материи, а именно духу. Духовный закон. Я называю этот закон закон резонанса. В чем он заключается? Я смотрю на что-то, еду прекрасное сейчас, вот еду к вам. Какой лес изумительный. Просто, ну, красота. Ну, сами представляете это. Моролский солнце, день чудесный. Лес усыпан этими бриллиантами. Ну, просто наслаждение. И душа радуется. Ну, просто невольно. Так бы вышел из машины и просто походил бы. Такая красота. Посмотрите, это нечто внешнее, абсолютно внешнее. Что у меня-то вызывает? Вы слышите? Какой резонанс у меня-то вызывает? У меня радость. У меня какое-то удовлетворение внутреннее. Я прям чувствую себя иначе. Вдруг едем дальше. Ой, смотреть не буду. Автокатастрофа. Убитый человек. Что здесь вызывает? Посмотрите, оказывается, культура, я хочу сказать о культуре в целом, она является, с одной стороны, порождением моего духа. Я грязный, и я рисую грязь. Откуда вы думаете это? Мы говорим вот это вот, все средства, говорим, в СМИ, что такое творится? Что они делают? Кому это надо? Зачем? Ясно, откуда это исходит? Это явно из грязи исходит. Мы должны понять источник этого, грязь внутренняя. Лучше сказать, если выражаться религиозным языком, сатанинское состояние души. Том, о котором Рокфеллер проговорился, когда сказал, это закон Божий, уничтожать слабых вокруг себя. Из этой грязи, из этой мерзости исходит и культура тогда мерзкая исходит. Творения такие же мерзкими, в свою очередь, это мерзость, когда становится, если говорить, объектом восприятия еще чистых душ человеческих, Влада, вызывает и у них мерзкие состояния души. Вы знаете, как серьезно оказывается то, на что мы смотрим, что мы рекомендуем смотреть, что мы рекомендуем читать, что мы, если хотите, пропагандируем как моду, это этим мы формируем внутренний духовный образ человека. Вы слышите? Мы душу его формируем, образ создаем, образование начинается или мерзость его души культивируется. Самые низкие инстинкты, низшие инстинкты в нем поднимаются. Так и создают этот образ в этом человеке. из этой еще глины, из этой чистой глины формирует дьявольские уже какие-то образы. Закон резонанса, насколько он велик. Как важно предлагать воспитуемому человеку светлые, чистые образы, нравственно высокие образы. Иначе мы погубим человека. Музыка возьмите. Музыку только посмотрите. Ведь можно одной музыкой развратить, развратить человека без всяких слов. Слышите? Никаких не надо слов. Не важно, что там гудят, произносят, пусть на каком угодно языке. Сама музыка может человека развратить полностью изнутри. Слыхали, видали, читали, когда после некоторых рок-концертов бьют все направо-налево. Дух сатанинский может быть в музыке. Вы знаете, как это понимали? Кстати, великолепно всегда понимали. В конфуцианстве, в конфуцианском Китае вы знаете, что делали? Живьем закапывали того композитора, который вдруг бы написал неканоническую музыку. Варварский способ. Варварский. Как глубоко смотрели. Одна паршивая овца может все стадо испортить. Пифагор не принимал к себе человека, слышите, не принимал к себе ученики того человека, который не был знаком с той музыкой, которая считалась именно музыкой, а не всякой дребедень. Не принимал, если он не понимал этой музыки, не знал этой музыки, не ощущал этой музыки. Он не мог быть учеником того, кто впервые дал название этой вселенной. Космос. Красота. Красота. И он не мог позволить человеку, который не понимал этой красоты, стать его учеником. Закон резонанса – это великое дело. В процессе воспитания вот той молодежи, как это важно иметь в виду? Насколько важно выработать сейчас иммунитет в нашем подрастающем поколении, иммунитет против этой грязи. Это одна из важнейших задач, без решения которой я не знаю, что мы сделаем. Итак, образ, оказывается, можно создать и путем идейным, когда я говорю, мы говорим, когда мы говорим о мировоззрении, я бы сказал, с философской что ли стороны и на пути эстетическом, когда мы говорим об образах, образах картин, образах музыки, образах культуры, архитектуры и так далее. И еще есть один момент, который специфически может быть назван духовным воспитанием. Но об этом сейчас я скажу несколько позже. Я пока говорил только об одной ориентации, потому что вы знаете, в сопоставлении лучше всего вещи оцениваются и легче тогда будет выбирать. Вот одна ориентация. Вот она к чему ведет человечество уже даже в глобальной катастрофе. К чему ведет человека? К потерю смысла жизни, утрате этого смысла к отчаянию, если хотите, к отчаянию настоящему, к суициду, к смерти. Причем уже самоубийству как таковому. Потеря смысла. Действительно, какой может быть смысл? Я сейчас жив, завтра мертв. Не все ли равно? Ах, мои дети? Дети? Мне одна ответила женщина, философ, правда, когда сказала, что... Атеистка. Когда сказала, что ее смысл жизни в ее дочери. я ей задал очень простой вопрос. Я говорю, как бы вы назвали того человека, который бы сказал, вот я люблю вот того-то, того-то, так? Люблю. Полностью люблю. Не знаю, как люблю, так? И послал бы его на верную смерть. Она так, пожаловая плечами, что за абсурд такой. Я говорю, абсурд? А как назоветь такого человека? Ну, это ужасный человек. А вы, я не помню, какое имя отчество, вы, когда рожали ребенка, вы же прекрасно знали, что он умрет. Более того, вы не знали, как умрет. Вы знали, что он умрет? Вы знали, как он умрет? Что вы сделали? Бога нет. Поэтому смысла, кроме этой жизни, никакого нет. И вы говорите, смысл вашей жизни в вашем ребенке, вашей дочери, которой, родив, вы уже приговорили к смерти, к смертной казни. Я говорю, я вас совсем не понимаю. с точки они христианской, я понимаю. Это я понимаю. Перед ним открыта перспектива бесконечной жизни. Все ясно. А здесь, что я говорю, вы делаете? Ну, был маленький взрыв, сами понимаете, эмоции. да. Но я думаю, что Бог даст, она задумается над этим. Задумается и поймет, что нельзя, нельзя нам жить так, не посмотрев немножко вперед. Нельзя идти, смотря только себе, в себе под ноги. Я хочу сказать о другой теперь ориентации. слава Богу, но еще у нас в России, слава Богу, но еще может идти разговор о вере в Бога, и не просто вере в Бога, а о вере во Христа. Скажу вам, просто поделюсь, поверить в Бога никакого особого труда не стоит. Даже ума особого никакого не стоит. Только немножко надо подумать и просто поймешь. Совсем немного надо, еще раз повторяю, усилий, ума и знаний, чтобы понять, что ясно, что, как иногда говорят, кто-то есть, что-то есть, Бог есть. Во Христа у нас еще речь идет о вере во Христа. Причем о вере, скажу вам, специфической по сравнению с западной верой. Не только специфической, а принципиально отличной, вот это, конечно, требует уже долгих разъяснений, но принципиально отличной от католицизма, от протестантизма. Именно принципиально, а не как-нибудь. Хотя, кажется, одна и та же Библия, один и тот же, кажется, называется Иисус Христос. В общем, кажется, формально все одно и то же. Ну, вы сами понимаете, за любым словом может стоять бесконечно различное содержание. Это всем и так понятно. В России мы говорим о Христе, православном его понимании. Мы говорим о конкретном, если хотите, историческом лице. Историческом лице. Сообщения о которых дошли до нашего времени. Они, вот они присутствуют в новозаветных писаниях, в Евангелиях, в посланиях апостолов, чьих? Очевидцах его жизни, очевидцах его проповеди. Как пишет один из апостолов, то, что мы видели, что осязали своими руками, что слышали своими ушами о нем, о Боге слове мы вам проповедуем, говорим. причем, если бы это один источник был только, можно, знаете, говорить и так, и сяк, кто знает. А когда здесь столько авторов, то уже мы оказываемся перед серьезнейшим, серьезнейшим фактом. Вы знаете, кстати, о Сократе остались сведения всего двух человек. О Сократе. Причем настолько взаимоисключающее, что это просто поразительно. В общем, если только подойти к этому образу с точки зрения такой критики серьезной, то надо сказать, никакого Сократа никогда и не было. Один говорит одно, другой, другой, не поймешь. О Христе сохранилось потрясающее множество свидетельств. И все они как один, люди, будучи совершенно разными, говорят об этом человеке. Я к чему говорю? Вторая ориентация, перед которой сейчас стоит наш человек, он весь концентрирован, весь нацелен, весь исходит вот из этого образа. И так я обращаюсь опять к той же первой мысли, что мы сейчас стоим перед лицом двух. Я сказал одной из ориентаций, которая сейчас очень активно насаждается и попытался показать, что она дает человеку и человечеству в целом, к чему она приводит. Есть ли альтернатива? Какова же вторая ориентация, которая присутствует, о которой тоже мы можем узнать что-то? И в чем она заключается? если попытаться сказать о ней так, самым общим словом, к которому очень привыкли, но за которым часто у нас стоят, к сожалению, весьма смутные представления, то речь идет о духовности, о правильной духовности. Вы знаете, может быть, слышали вы имя такого замечательного человека, американца Серафима Роуза и ромонаха Серафима Роуза, который сам вышел из протестантской среды, был атеистом, очень умный человек, исследователь, кстати, глубокий ученый, прекрасно знавший несколько восточных языков. Пришел он к православию. Вот он, почему я упоминаю о нем сейчас, он хорошо высказал следующую мысль о духовности. Духовность двояка. она может быть высокой духовностью, которая возвышает человека над мерзостью обыденности, но она, эта духовность, может быть и падшей, обращенной к самым низменным сторонам человека. Но не только дело в том, что она может быть падшей к низменным, совсем не обязательно низменной, у кого-то к низменным, у кого-то вовсе нет. У кого-то она очень респектабельная духовность. Она, если хотите, даже не связана с нарушением общепринятых нравственных норм. Но и в то же время человек с этой духовностью мертвый, о чем идет речь? Очень важно понять нам вот это различие между нравственностью и духовностью. Мы очень часто не различаем это и впадаем в очень большие ошибки. Христианство прямо концентрирует на этом свое внимание. Духовность – это не нравственность, хотя трудно достичь духовности без соответствующей нравственности. Нравственность – это есть не что иное, как наше поведение, выраженное вовне. То есть выраженное в чем? В моем отношении к чему? Прежде всего к человеку, с которым я соприкасаюсь, к людям, к обществу, к закону, к природе, к семье. И вот здесь, в этом отношении человек может быть вполне нравственным. Он хороший семьянин, он не нарушает законов. У него хорошая культура поведения. Так? Ну, что еще? Что еще сказать? Никого не убивает, не грабит, не ворует. Ну, что вы? Нравственный человек или нет, в конце концов? Ну, конечно, нравственный. Что же он, безнравственный, что ли? Нравственный, все в порядке. Так вы знаете, что говорит христианство? Любопытная очень вещь, что любопытно – это ладно, а что в высшей степени серьезное – это да. Что оказывается, при этих всех положительных нравственных характеристиках я буду говорить, так сказать, в личном местоимении. Я в то же время могу видеть эту свою нравственность. Я вижу ее. Так? Я могу быть предметом самовосхищения. я в это время могу быть пораженным тщеславием даже этим. Гордыней, если хотите. У одного из святых русской церкви, Афана Затворника, есть такое интересное выражение. Сам дрянь дрянью, а все твердит, несьм, як уже прочие человецы. Слышите, я могу быть... Кто видит, что я завистник невероятный, что я внутри себя алчный человек, что я всех и вся осуждаю напропалую, что я внутренне люблю того, другого и третьего, что я лицемерно сквозь, что называется. Это все внутри меня, вы слышите? Никто не видит, я нравственный человек. Комар носа, что называется, не подточит. Поразительные вещи. Одно дело мое внешнее поведение, если хотите, будем говорить, нравственная культура поведения, с другой стороны, а вам нет, то что? Я внешне могу быть очень церковным человеком, вы слышите? Благочестивым вполне человеком, и ходить в храм, и ставить даже свечки, и подавать через правое плечо, самое важное. не подать через левое. Да. Даже вот так. Исполнять все церковные предписания, так, и весь наполнен чем? Чувством своей праведности, вы слышите? Чувством своей, своей нравственной высоты, своей духовности, своей святости. если мы откроем Евангелие, то мы поразимся следующим фактом. Вот кто-то, кто читал хотя бы один раз, вот обратите внимание, может, вспомните, нигде Христос не говорит, горе вам воры, горе вам прелюбодеи, горе вам там обманщики, нигде не говорит. Совсем не потому, что он это одобряет, за то, что он говорит, горе вам лицемеры, горе вам фарисеи, фарисеи, которые скрупулезно все внешне исполняют, весь закон церковный, говорит, горе вам книжники, вот это он напрасно сказал, конечно, книжники, то есть богословы, понимаете, вот тут ни к чему бы это было, конечно. Мне кажется, это ошибка, и в 21 веке мы откроем новое Евангелие, в котором не будет этих слов. Горе вам, которые внешне вы вот такие все церковные прекрасно, а внутри, знаете, какой он образ, говорит, вы гробы окрашенные, снаружи, Боже мой, какое великолепное дерево, да, какой материал, как все это обито, в каких цветах, ну чудо, правда же, а внутри мерзость, говорит, как он. интересные вещи. Это же изумительный образ, который дает нам совершенно в другом свете представление о человеке. Нравственность, то есть внешняя сторона нашего отношения ко всем человеческим законам, обычаям и предписаниям, может быть безупречно. Внутри человек может весь сгнить. Сгнить в полном смысле слова. Хороший образ приводит, как говорят, прекрасное, цветущее, огромное дерево, а внутри уже все сгнило. Оказалась одна кора. Ну, иначе бывает очень грубое сравнение, например, волк в овечьей шкуре, но это совсем нехорошо уже. Не будем говорить о таких серьезных вещах. Итак, нравственность и духовность. Ой, насколько разные вещи. Нельзя это смешивать. Я нравственный человек, но будьте со мной осторожны. Если вы не так ко мне отнесетесь, я, знаете, как к вам. Я понимаю, кто вы уже сразу. И вы увидите, кто я. Ежик, которого не тронете, уколю вас всеми своими колючками, как только мне это удастся сделать. Вот беда-то какая. Христианство говорит о другой ориентации человека. Вся суть проповеди Христа, причем какая сильная, с какими сильными сравнениями, гробы окрашенные, порождение хидны, змеи, лицемеры, вы подумайте только, это больше оскорблений не придумаешь. Причем кого оскорбляет? Самых праведных людей того времени? Вы подумайте только. Я думаю, что Евангелие все в конце концов церкви запретят, потому что не то говорит Христос. Так вот, простите, я шучу, конечно, понимаете. Так вот, христианство все внимание обращает на самый центр человеческой жизни. Обращает внимание на формирование духовной стороны человека. Здесь центр его жизни. Здесь центр. Он, этот дух, так, порождает все последующие проявления человека. Все формы окрашивает его жизни, всего его творчества, всей деятельности, всех отношений. Если хотите, и самонравственность находится под гигантским огромнейшим влиянием. вот этого духовного состояния человека. Христос только об этом и говорит. Не стал говорить о классовых отношениях. Подумайте, рабовладельческий строй был. Уж ему ли было не обличить его со всей силой своего божественного авторитета, рабовладельчества, когда раб это был, просто мог быть на уровне животного? Ничего не сказал. Правда же? Ну, как это не соответствует нашему духу времени? Мы только и боремся за внешние права. Мы все время стрыжем вершки и поливаем изо всей мочи корешки. он же до тех пор, пока человек не изменится, пока не употребит все усилия на формирование своего внутреннего человека, вся эта внешняя сторона, она будет носить эфемерный характер. Она не принесет, она, в конце концов, никаких плодов. Ничего это не даст. Есть только один путь заставить людей быть хорошими. один есть способ, то есть, я говорю, один вне того, что говорит Христос, вне православия. Есть способ сделать мир раем? Есть, есть, но прежде его надо превратить в ад. И этот ад будет раем. Его и устроит христианское откровение, решительно говорит об этом. Надо людей превратить в таких рабов, в полных рабов, абсолютных рабов, находящихся под полным контролем, чтобы человек ни един, никто не мог отступить ни одну йоту, он тут же будет наказан по всей строгости. Вот тогда всё. Никто не посметь, даже подумать. Очень возможно. По крайней мере, мы идём сейчас очень быстрыми темпами к тому, что наше всё внешнее поведение будет контролироваться полностью. Уже в 20-х годах нашего столетия об этом говорят прогнозисты, учёные с полной определённостью. произойдёт полный контроль, компьютерный контроль за человеческой деятельностью, за каждым человеком. Вы понимаете уже сейчас, это идёт с помощью внедрения всяких чипов и прочее. Ни один человек никуда не убежит. Всё, что он будет делать, всё будет фиксироваться. И очень легко при этом принять что? Самые строжайшие меры к нарушителям. Всё это будет, все это будут знать. Какие меры? Каждый знает, что он под полным контролем. Никуда не убежишь, не спрячешься. То есть, наступит эра потрясающего рабства. Что там были рабы? Закованы, перетёр, отбил, сбежал и так далее. Здесь уже никто никуда не сбежит. На дне моря и то будет тикать там это. Ах, вот он где разбойник утопился. Сейчас мы его вытащим оттуда. Полный контроль за поведением людей. И, конечно, будет очень большое воздействие на само сознание людей. То есть, где контроль, там в большой степени и управление. Управление человеческим поведением, человеческими, если хотите, ну, всеми увлечениями, модами и так далее. Что сейчас мы к этому идем, неужели кто-то может теперь сомневаться? Совершенно очевидна эта вещь. Идет век компьютеризации. Лучший человек тот, кто будет вести себя как компьютер. По заданным параметрам малейшее отступление от этого будет караться бесчеловечно. Очень возможно, что будут публичные там казни, и я не знаю, что будет. Или в тихомолком. Но, по крайней мере, вы знаете, что из 6 миллиардов теперь живущих останется должен один. Так называемый золотой. Прочие исчезнут. Ну, исчезнут, растворились и все. Куда, что, чего, это не важно. но я говорю об этой вещи как уже реальны. Когда-то говорили об этом, фантазировали. Теперь техника, уже просто научно-технические достижения уже позволяют это прогнозировать с полной достоверностью. О полном контроле за человеческим поведением, за каждым человеком. И, следовательно, повторяю, и управляемости им. Христианцы обращают внимание на духовную сторону личности и дает, если хотите, картину этой духовной стороны человека. Каким он должен и может быть. История христианства свидетельствует об этой возможности. Множество святых, которые были в истории христианства, показывают, человек может быть таким. Но речь совсем не идет о том, чтобы мы стали, знаете, все подвижниками, какими-то аскетами, ушли куда-то, не знаю, в леса и пустыни. Об этом речь не идет совсем. Это удел некоторых лиц, очень сильных, я бы сказал, и богатых духом. Мы к этой категории не относимся. Речь идет о другом. О том, что же является главным на пути становления духовной личности человека. Что является главным? Первое, что нам необходимо, если у нас... Первое, нужно все-таки узнать, что такое православие, чему оно учит. Я скажу, буду очень краток. Христианство говорит о... Самое, может быть, главное. христианство говорит о том, что человек, личность бессмертна. Это надо понять. Я бессмертен, независимо от того, в теле нахожусь сейчас, есть мое тело, нет моего тела. Человеческая личность бессмертна. Ой, с какой силой настаивал об этом, об этом, и говорил, как это необходимо. Тот же Федор Михайлов Достоевский, известный всем хирургом и мыслителем Пирогов. Он говорит, ой, если бы только мысль о бессмертии Пирогов говорил, осенило наше сознание, с какой благодарностью бы тогда отнеслись к нам, к нашей деятельности, наши потомки. Какие великие дела мы могли бы тогда совершить. Во имя чего? Не достижение здесь и на крови погубленного мною человеку свое благополучие построить, а во имя вечной жизни. Первая идея, идея бессмертия личности. Это бессмертие какого? Бессмертие связанного с пониманием учения о Боге. Кто такой Бог, говорит христианство? Я скажу об очень интересных вещах. Бог с христианской точки зрения не то существо, которое, знаете ли, где-то там в созвездии кого? Рыбы или раковые, я не знаю, или скорпиона в созвездии Альфа-Центавра где-нибудь? Нет! Бог это Дух! 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 Что ж такое Дух? Ну, как вам сказать? Меня как-то спрашивали, а что, Бог присутствует и здесь, и в этом, что ли? Ученики, знаешь, студенты, народ очень хороший, такие язвы, будь здоров. Я говорю, нет, нет, вы чуть-чуть ошиблись. Не Бог присутствует в этой штучке, а эта штучка присутствует в Боге. Не закон тяготения в ней, а она в законе тяготения. Мы им живем и движемся и существуем. Как один из святых сказал великую истину, Бог есть и называется природой всего существующего. Слышите? Природой всего существующего. Это вот та основа, которая во всем, во всех и в человеке. И кто этот есть Бог? Этот основной закон бытия говорит христианство. Пожалуй, это один из самых кардинальных вопросов. Кто же есть этот Бог, который является природой всего существующего? Знаете, если вы обратитесь к другим религиям, вам скажут. Вот в прошлом году я был в этом, в Иране, мы там с мусульманами вели диалог, и была очень интересная, ну, я бы сказал, дискуссия даже о том, кто же такой есть Бог. С той стороны было сказано с полной определенностью и без сомнения, Бог это высшая справедливость. Да, Он личность, это Аллах, это личность, конечно, да. Какое высшее его свойство. справедливость. По справедливости всем Он воздает сейчас и воздаст в конце мира. Вот кто Он есть. А православные сказали, вы знаете, мы не отрицаем, что Он справедлив, но высшим свойством Бога, не только свойством, а если хотите, самым существом Бога вот этого закона бытия является самим существом, а не чем другим? Любовь. Для них это было потрясающе. Они, видимо, не знали совершенно христианство. Они были просто поражены. Мы говорим, справедливость в лучшем своем выражении – это компьютер. Неужели можем мы свести Бога до компьютера? Да, компьютер – это самый справедливый. Нажали не ту кнопочку и права не получили водить машину. Бог не справедливость, Он любовь. Правда, под любовью надо подразумевать, это наша любовь, когда мы любим, знать него, любим, другого ненавидим. Речется вовсе не об этом. Приходится приводить такой элементарный пример, который хорошо показывает действия этой любви в отношении человека. Ну, пример такого рода. Инопланетянин смотрит, идут два человека, приходят в здание, там дядя или тетя в белом халате, начинают с ними разговаривать и затем приказывает одного из них на лучший курорт, другого немедленно раздеть догола, положить на стол и резать. Инопланетянин все понял. Один, видимо, очень хороший человек и угодил, его любит, а этот, видимо, злодей и этот в белом халате его ненавидит, его начали резать живьем. Оказалось, оказывается, что врач одинаково любящий того и другого, только у первого туберкулез легких, его и на курорт, а у второго острый аппендицит, немедленно подскальпель. Только и всего. Бог есть врач, говорит христианство. Какой? Любвеобильный. Полнота любви. В нем нет мести, вы слышите? Он дождит, как написано в Евангелии, на праведных и неправедных. Одинаково любит. Вы знаете, на одной лекции я где-то читал в каком-то, ну, приходе, и я, знаете, с чего начал лекцию? Говорю, так, вот вы все тут верующие? Хорошо, я вам задаю вопрос. Кого любит Бог больше? Деву Марию, свою мать, или Антихриста? Они бедные даже. Что за глупейший вопрос? Разве неясно? Одинаково любит. Одинаково любит. И причистую, преблагословенную Деву Марию, и жесточайшего и окончательного, просто дьявола сущего в человеческом образе Антихриста. Одна и та же любовь. Как мы одинаково смотрим и на прекрасное, и на доброе, и на злое, потому что у нас зрение одно. Так и Бог есть одна и та же любовь. Христианство говорит, что основополагающим законом, вы слышите, законом нашего бытия, как физического бытия является закон тяготения, так нашего духовного бытия основополагающим законом является принцип любви. При этом следствие-то какое? Ведь я знаю, что мне будет, если я буду нарушать закон тяготения, что будет с моей головкой, с моими коленями, с моей шеей и прочим вещами. Знаем? Знаем. Лучше не прыгать с небоскреба. Нельзя нарушать закон тяготения. Оказывается, точно то же самое. Точно то же самое, когда я проявляю нелюбовь к другому человеку, нелюбовь, осуждая его, лгу ему, обманывая его, уж не говорю, убиваю. Этим самым, что я делаю? Наношу себе смертельную рану. Себе! Он-то может в это время, знаете ли, где-нибудь там отдыхает, веселится, смеется, а я весь тут содрогаюсь от злобы по отношению к нему. Кто страдает? Я страдаю. Христос говорит, любите даже врагов ваших, ибо кого бы вы ни не любили, неважно, кого вы ненавидите, вы страдаете. Основной закон бытия человеческого, бытия человеческого является закон любви. Нет любви, нет тебе блага, человек. Не нарушай этого закона. Вот, оказывается, что должно лежать в основании, если хотите, в основании, в самом первом, самом глубоком основании человеческого воспитания. Вот, оказывается, не беспощадно обрезать слабые ростки, а, напротив, оказывать всяческое милосердие, великодушие, сострадание, любовь к тому, что является слабым, что является больным, что является, с нашей точки зрения, грешным и так далее. Вот, прямо противоположный принцип. вы обратите внимание. Вот, оказывается, что, а что Бог есть любовь, об этом повествует сам исторический факт пришествия Христа и страданий Христа. Того, кто добровольно, вы слышите, добровольно, а не просто случайно попался, добровольно пришел на это и пострадал. Как пострадал? Те, кто смотрел фильм Гибсона «Страсти Христовы», мог увидеть. Впервые за две тысячи лет люди увидели, что перенес Христос. Впервые, вы слышите? И в первом веке не знали, и в двадцатом не знали. Он восстановил вот эту историю страданий. За это ему спасибо. Молодец, показал нам, хоть мы теперь понимаем, что ради нас перенес Христос. Вот какова его любовь. Вот каков пример человечности. Нет больше любви, сказал он, кто положит душу свою за друзей своих. Кто эти друзья? Кто эти друзья? Каждый твой ближний человек. Ближний, то есть с кем ты соприкасаешься. Каждому. Представьте себе, что было бы, если бы мы поставили себе это целью. Если бы мы воспитывали детей именно в таком отношении. Если бы мы воспитывали их великодушией по отношению к слабостям другого человека. Представьте себе, что было бы. О, если бы мы только знали эти православные принципы воспитания, и в этом направлении делали все возможное для созидания души человеческой. Только об одном хочу сказать. Не сможем мы этого сделать, если сами не будем таковыми. Тот, кто не умеет играть на скрипке, не берись учить играть другого. А то возьмете учить, и смычок не с той стороны возьмете, да скрипку еще перевернете. Ой, как будет здорово ученик играть тогда. Пожалуй, можно позавидовать, только будет. Если мы сами не подвигнемся на то, чтобы следовать христианским началам жизни, не нужно тогда пенять на молодежь и говорить, что нам делать с молодежью. Мы такие хорошие, а молодежь никуда не годится. До какой слепоты только можно дойти. вот оно одно из бедствий нашего сознания. Мы даже не видим, насколько мы далеки от той нормы, нормы человеческого, если хотите, поведения и жизни, о котором говорит Христос, где нет любви, нет ничего и не будет. Поэтому понуждение себя к великодушию, к терпению, к сочувствию, это самое необходимое явление, без которого ни о каком воспитании, ни о каком воспитании детей не может быть речи. Поэтому нужно немножко читать Евангелие, насколько это возможно, спрашивать, как понимать вещи, которые непонятны, и самое главное обратить внимание на свое собственное воспитание. По мере нашего воспитания мы сможем воспитывать и своих детей. Спасибо.